В этом году с начала купального сезона в Улан-Удэ уже утонуло 14 человек. О последнем случае стало известно вчера. Двухлетний Аюша Замбалаев без присмотра родителей вышел из ограда и утонул в степной протоке. Несмотря на этот трагический случай и практически ежедневные сообщения в новостях о гибели людей на воде, улан-уденцы продолжают плавать в несанкционированных для купания местах. Как отмечают спасатели, берег Селинги за центральным стадионом и возле торгового центра «Пионер» является самым опасным участком в Улан-Удэ. С начала купального сезона только здесь утонуло четверо взрослых и один ребенок. Однако, похоже, отдыхающих этот факт никак не останавливает. Несмотря на то, что администрация установила знаки, здесь по набережной стоит три знака. Непосредственно на берегу стоит знак «Купание запрещено». Но мы, как все видим, продолжают купаться. Во время рейда взрослые скрываются от камер, подростки просто-напросто убегают. Самыми отзывчивыми оказываются дети. И судя по тому, как они плещутся в воде, родители не особо заботятся об их безопасности. Они мне говорили пару раз, что купаться нельзя, но они говорили глубоко не заплывать. Мама мне говорила, что здесь мальчик один раз утонул, и здесь еще позавчера дяденька утонул при нас. А ты не боишься? Почему? Очень боюсь, но тоже. Мы вон там не плывем, где дядя Курмова, здесь переплываем только. Так-то страшно тоже утонуть. Но дело не только в безалаберности родителей. По словам старшего госинспектора, причина такого массового заплыла в запрещенных местах – это отсутствие в городе санкционированных пляжей. У нас единственное, конечно, это большой минус. На такой большой город один пляж. Пляж на острове Комсомольское. Ну, не каждый туда доедет, дойдет. Желание. Не у каждого. На Комсомольском острове там, допустим, пропускная способность города Уланды, она не позволяет всем уландынцам там отдыхать. Поэтому и приходится купаться там, где придется. Вы знаете, что в этом месте запрещено купаться? Не знаю. А где знаки есть? А где? Нету знаков? Нет. Ну вот, сегодня вот, выходной у меня, вот я хожу, купаюсь. Вот вам представитель МЧС рассказал. Да, понял я. Что дальше будете делать? А не что, он сейчас уйдет повыше. Он туда уплыву, напротив дома выйду и домой пойду. Всего-навсего. Вот так, всего-навсего, мужчина и поплыл дальше к себе домой, игнорируя предупреждения спасателей. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Наталья Домбаева, Алексей Ткачев, Первая альтернативная.